Правда ли, попавший в портал к джедаям, я получу полный иммунитет от зоны? Действительно ли канистра с бензином может меня убить? И сработает ли этот трюк в реальной игре? Как дела народ? Пора настраивать бота и свои нервы, потому что летать по карте придётся много, ну а Дарт Вейдер не даст пройти мимо. В общем, готовьте свои подписки на канал, так как эксперименты будут очень годные. Погнали! Прислали мне в дискорде один интересный видик, давайте посмотрим. Первое, самое главное, это работает ли этот бак сейчас? Потому что непонятно, когда это делали и возможно могли пофиксить. И второе, неужели так всё гладко и легко это можно сделать? Если делать на другом батуте и не в точности как на видео, то делать это очень сложно. Особенно не получилось это делать с прыжка, я не говорю, что это невозможно, но у меня не вышло. Если стоять на одной плоскости с батутом и не прыгать, то в принципе-то сделать и не сложно. Но проблема в другом, именно такого эффекта достичь не удалось. Поэтому пришлось делать как видео и тут уже пошли интересные мувы. Сначала можно подумать, что я пролетел стенки насквозь. Но это совсем не так, я сначала пролетел вперёд и резко повернул направо. Это я конечно делал не специально и делал не в повороте мышки. По такому же принципу у меня получались рандомные прыжки налево. В целом это работает, сделать не сложно, но не факт, что с первого раза вы улетите именно вот так. Потому что большая часть прыжков может проходить примерно вот в таком порядке. Лайфхак годный, советую пользоваться. Сейчас я делаю новый тренд, кроме того, как поощряю людей с крутыми идеями в комментариях. Теперь ты, благодаря своему шкафчику в игре, можешь дополнительно получить тысячу вебаксов. Просите, как же это так? Да всё просто, игрок с самой красивой стоимостью аккаунта будет получать данную сумму. У себя в магазине я открыл бесплатную функцию, где вы можете узнать стоимость своего шкафчика. Если у игрока, к примеру, выпадает все шесть шестёрок, то это считается большим шансом на победу. То есть аккаунт стоит 66666 рублей. Даже игрок с такими цифрами, как 228, тоже имеет большой шанс. Чем более необычная у вас цифра, тем больше шансов. У меня даже друг-экспериментатор в своём некий имеет такие цифры. Так что будь первым и проверь, а сделать это очень просто. Делается это через моего бота, и вам даже не надо платить. И самое что интересное, после покупки в магазине, ваша стоимость всегда увеличивается, поэтому шансы есть всегда. Проверить свой аккаунт можете по ссылке в описании, и поверьте, это всё безопасно. Раньше была такая тема, что карточку возрождения можно было нанести урон и даже убить игрока. Да, эпики там что-то намудрили, и карточка стала наносить урон. В этот раз у меня спросили что-то похожее, но уже с канистрой бензина, а правда ли она может нанести урон и даже убить. Именно эта идея получает 1000 вебаксов или же боевой пропуск, так как из всех комментариев это был единственный, и он мне очень понравился. Насколько я помню, канистра с бензином никогда не наносила урон, если её кинуть или уронить. Про взрыв канистры я, конечно же, ничего не говорю, он не то что убивает, он даже поджигает. Во-первых, по первым тестам скажу так, что канистры реально изменили. Во-первых, когда их скидываешь, они начинают крутиться, не всегда, но частенько это можно заметить. Это, наверное, отсылка для олдов, которые играли в Ассити, там примерно так же вертелось оружие, и я сразу свою нотку ностальгии. На самом деле, отсылки никто не делал, это просто баг. Второе, и самое интересное, если канистры попадают на какой-то урон, они начинают вот так катиться. Ну а если прыгнуть на такую канистру, то в один прекрасный момент вас зазумит, и вы увидите траву в HD-качестве. Плюс, можно увидеть неотрисованную землю. Да, но как они катятся, это вообще отдельная история. Вроде канистра, а вроде мячик. Ладно, меньше что больше дела, погнали проверять. Соорудим небольшую конструкцию, где поставим канистры сверху, и будем их ронять. Могу сказать одно, что канистры вас оставят без лица, потому что они дамажат и весьма неплохо. Урон по постройкам тоже хорошо залетает, не знаю почему не сделали так, что канистры можно кидать и наносить урон, но возможно это когда-нибудь реализуют. А так да, факт, канистры убивают. Ну а теперь давайте помучаем Дарт Вейдера. Теперь он к нам не прилетает как раньше, а теперь обосновался сразу в зимнем биоме, в одном уютном местечке. В принципе, как он был раньше, так и осталось, если его меч взять, способностью никакой не овладеешь, а хотя жаль. Много раз просили проверить, попробуй Дарт Вейдера оттолкнуть с новой способностью в какой-нибудь воздушный поток, когда он бросает меч, прилетит ли он к нему обратно. Во-первых, за данный эксперимент я убью два зайца одновременно, это посмотрю Дельтапан, если он есть и не Дефолт, и посмотреть, правда ли к нему прилетит меч. Ну что же, погнали проверять. Первое. К нему действительно прилетает меч, несмотря на то, что в воздушном потоке. Не знаю, чем он хватает, но всё ж хватает. И второе, так это то, что у него есть Дельтапан, и он не обычный, как обычно бывает у ботов, а как раз соответствует его тематике. И, кстати, небольшой факт. Если на вас Дарт Вейдер заагрен, и он случайно попадает в воздушный поток, он не полетит к вам, он полетит на свою стартовую точку. У меня как раз был период матча, где была зона, и вместо того, чтобы полететь убивать меня, он полетел на свою точку, где и принял свою смерть. Раз зашла тема о Дарт Вейдере, давайте проверим ещё один вопрос. Так это возможно ли зацепиться за его выпущенный светлом меч на устройстве пространственного маневрирования? Меч я у него забирать не стал, и по канону решил заставить сам, чтобы он его кинул. И давайте посмотрим на результат. В целом результат, как в прошлых роликах с гранатами, зацепиться невозможно. А вот за канистру можно, с этим и живите. В прошлых роликах я выяснил такую особенность, что способность Дарта Моу может извлекать разные выпущенные объекты, исходя из окружения. То есть, если ты стоишь на дереве, в теории у тебя должно полететь дерево. С камнем тоже работает, но с металлом уже нет. Тут уже бюджет у них походу подосяк, и они сделали камень. Но дело в другом. Многие в комментариях утверждали такой факт, что находясь на дроне, можно всегда использовать силу Дарта Моуа. Скажу вкратце, как работает сила Дарта Моуа. То есть, если вы стоите, допустим, на земле, он из земли возьмет камни и бросит. Если же ты стоишь в небе, то подручных материалов нет, и, соответственно, сила работать не будет. Так как дрон находится в небе, по идее, брать ничего нельзя. Но многие утверждают обратное, поэтому давайте на это глянем. Да, это работает, но работает только на малых высотах. Если же взять дрона повыше, то уже ничего не получится. На малых высотах это работает потому, что у силы хватает из-под себя захватить объекты. И только из-за этого. Многие в комментариях интересовались таким фактом. Можно ли зацепиться УПМом за летящего игрока с курицей? Тут дело больше не в игроке, а даже в курице. Как мы знаем из прошлых роликов, вряд ли получится зацепиться за объектом и за ним лететь. Так как УПМ работает по одному принципу. Если крюк зацепился за одно место, он в этом месте и останется. Даже если объект будет двигаться. Видимо, этим они сделали, чтобы меньше умать игру. Но, поверьте, мало что поменялось. Погнали, посмотрим, что же будет с курицей. Тут на самом деле всё просто. УПМ не работает. Хотя, кстати, я на это надеялся. Так, курицу не будем далеко отставлять, поэтому погнали мучить её дальше. Тоже частая идея. Что же будет, если курица будет находиться в руках и в этот момент оттолкнуть их способностью? Если же просто взять курицу в руки и даже прыгнуть на бедузу, то я уже улечу достаточно неплохо. А тут уже курица и способность. Давайте проверим. Как я верил и хотел думать, что улечу в космос, этого не произошло. Но когда летел обратно, крылья курицы перестали работать. Поэтому обратно мы падали как камень. А падали именно так, потому что эффект способности перебивал эффект курицы. И курица, как бы тут была, но её и нет. Спасибо и на этом, что остался жив. Следующая идея, так это сможет и способность Иннокайна забрать камни Дарта Мола. Дарт Мол закидывает вот такие красивые камни вверх и сможет и способность их перехватить. Давайте узнаем. Жаль, но данный камень ничего не берёт. Ни оружия, ни способности. И наконец, ещё одна интересная идея, которая получает 1000 вебаксов. Так это сможет ли портал засейвить от зоны? Портал сейвит от всего, но чтобы от зоны, я такого не слышал. Поэтому давайте посмотрим на результат. Да, это действительно работает и портал правда сейвит от зоны. То есть, если ближе к лейту будет портал, и вас будут поджимать зоны, и вы в теории сможете этим воспользоваться, то вы сможете сэкономить примерно 45 хп, если зона снимает по 5 единиц. Зашёл в портал на 14, вышел на 5, и разница как раз 9 секунд. Соответственно, если зона снимает по 10 единиц, вы экономите 90 здоровья. Скажу так, лютая имба. На этом у меня всё. Оставляйте свои идеи и пишите комментарии для экспериментов. А самые лучшие попадают в ролик и отмечаются особым знаком, которые получают 1000 вебаксов. С вами, как обычно, был я, Макс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok